авран думал что от него произойдет великий народ это взгляд в очень далекую перспективу и дальше когда мы будем читать мы увидим что я даю землю твоим потомкам лет так это через 400 насильное обетование интересует через 400 лет не очень как это ни странно авраам смотрел достаточно далеко он смотрел достаточно далеко и думал о тех вещах которых он явно сам не застанет знаете мы должны тоже как бы так думать о некоторых вещах которых мы не застанем наши наши поступки могут иметь значение в жизни наших детей мы не всегда так думал мы думаем о том что наши поступки будут значить для нас но мы не всегда думал о том что наши поступки будут значить для детей но авраам имел очень далекую перспективу, очень далекий взгляд. И Бог ему говорит, послушай, остав то, что тебе дорого, комфортно, уютно. Потому что здесь идет некое перечисление. Пойди из земли твоей. Что значит земля твоя? Что это такое? Где ты живешь? А вы понимаете, что когда вы перемещаетесь из земли, там, где вы живете, в другую землю, вам некомфортно. Даже когда мы уезжаем в другую страну, мы приезжаем, нам непонятно, нам нужно время для адаптации. Мы не понимаем культуры, нравов, обычаев, традиций, где что находится, к кому как обращаться. Язык не всегда понятен. Нам не будет там уютно. Тем более, когда нам говорят, пойди туда, не знаю, куда. Пойди в землю, которую я тебе укажу. Ага, это земля, хорошая или плохая? А мне там будет лучше или хуже, чем здесь? Ну, на самом деле, помним, да? Что место, из которого он уходил, было лучше всех. Куда бы он ни пошел, там будет хуже. С точки зрения цивилизации. От родства твоего следующий круг. Ты должен оторваться от своих родственников. Родственников. Твои родственники, это те люди, которые будут тебе помогать. Если что-то случится, то есть достаточно много родственников, которые могут вам помочь, которым мы обращаемся. К сожалению, сейчас это не так развито. Мы научились терять родственные связи. Мы с родственниками, как правило, встречаемся на свадьбах и на похоронах. Понятно, да? С очень узким кругом своих родственников мы можем встречаться на днях рождения. Но так, в общем-то, мы не очень прибегаем к помощи родственникам. Но даже, как бы, я вспоминаю жизнь моих родителей, там было совсем по-другому. Это достаточно большая семья, несколько раз в году они встречались, общались и так дальше. Тогда, я думаю, что родственные связи были несколько крепче, чем сегодня. И Бог говорит, послушай, уйди от своих родственников. Уйди от тех людей, которые могут тебе помочь, когда тебе будет тяжело, плохо, какие-то сложные обстоятельства. Так вот, лишись этой помощи. Из дома отца твоего. Но тут уже надо было отказаться от помощи тех людей, которые уж точно всегда помогут. Говорит, оставь все, лишись всего, и уйди в неизвестность. для чего? Зачем это нам надо? Ну, так Бог сказал. А зачем Богу, простите, а что, Он не мог Его благословить на том месте? Мог? Ну, не хотел просто. Говорит, давай мы тебе сделаем жизнь не такую легкую. О чем я хочу сказать? Ну, мы дети Авраама? Ну, а что вы сидите в Одессе? Ну, что вы не поступаете по делам отца нашего Авраама? Не сорвались и не пошли именно в пустыню куда-нибудь, в город? Нам еще Бог не говорил. То есть вы готовы уже, да? Лех-леха. Выходя, выходи. Выходи для себя. Выходи для того, чтобы узнать себя. Для того, чтобы встретиться с собой. Выйдет для того, чтобы встретиться с собой или узнать себя. Когда мы попадаем действительно в достаточно сложное обстоятельство, когда нам не на кого надеяться, не на кого опираться, то мы можем встретиться действительно с кем? С собой. И Бог выводит его и говорит, кроме меня у тебя никого не будет. Ты можешь будешь опираться только на меня. Есть такое выражение «ходить во свете и ходить во тьме». Встречали вы? Где это вы такое встречали? Где вы такое выражение? Встречали. А это где? А где это? Первая глава. Седьмой стих. Отлично. Что значит выражение «ходить во свете и ходить во тьме»? Меня больше будет интересовать выражение «ходить во тьме». Вскрывать что-то. Хорошо. Своими путями. Отлично. Скажите мне, пожалуйста, вот я, к примеру, неверующий человек. А есть человек верующий, но я веду себя лучше, чем он. Бабушкам помогаю, через дорогу их перевожу, нищим милостыню подаю, не пью, не курю, не ругаюсь, не ворую, налоги все плачу государством. Нормальный, порядочный человек. Я как живу? Во тьме? Да. А вот тот верующий, который иногда ругается, бабушку через дорогу не переводит, он, значит, во свете. Бог есть свет, и поэтому у него все хорошо, у меня все плохо. То есть видно, насколько он плохой, а я, значит, хороший, и этого не видно. Микрофон, пожалуйста, еще раз, не так. Окей, еще раз, смотрите. Меня интересует простой вопрос. Простой вопрос. Есть два человека. Один достаточно хороший, хорошо себя ведет, образец для подражания, а другой неверующий, это неверующий вот такое. А верующий не является образцом для подражания. Дайте, пожалуйста, микрофончик. Бог есть свет, и поэтому, если в жизни верующего придет Бог, то вся его хорошесть рухнет, и он будет еще даже, может быть, хуже, чем тот, который во свете. Это может быть. А может быть... Это точно. А скажите, пожалуйста, а верующий не может ходить во тьме? Может тоже ходить во тьме. Ну, тогда объясните мне, пожалуйста, простую вещь. Чего тот верующий, который не очень хороший, обязательно в свете, а я, который неверующий, я обязательно во тьме. Ну, я понимаю, что осветил свет, и, например, явились там злые дела этого верующего, он над ними поработал, а Бог же не вберет все части нашей жизни, он же постепенно. Ну и что? Ну и все, другие части пока во тьме, Бог когда знает, тогда и заходит. А я, значит, которому нечего освещать, все равно во тьме. Во тьме, да. Чего? Ну, это выбор, наверное, ваш. Это мы с вами поговорим чуть позже. Такой момент, можно? Путь праведника, ну, а мы праведны в Иисусе Христе, даже мы, если пока еще и как бы в частичной тьме еще какой-то, так вот, путь праведника, он как светил лучезарный, который все более и более светлеет до полного дня. Не так путь нечестиво. То есть, человека, который сегодня, он делает хорошие дела и так далее, он написан, он не знает, обо что споткнется. Ну, частично и так. Путь праведника вы видите на весь отрезок. Путь праведника вы видите до какого-то времени. Я правильно понимаю? Бог, понятно. Ну, мы же говорим, что мы не боги еще пока, и мы рассуждаем над тем, что мы видим. Я говорю на определенном отрезке времени. Я вижу, что этот путь не очень хорош. Вот он. И вижу другой путь неправедника, который, если здесь не очень, то здесь очень хороший. кем все закончится еще неизвестно. Может быть, этот станет праведником, а этот станет грешником. Может быть. Но меня интересует сейчас, вот этот парень, который идет, он во свете или во тьме? Это же праведник. Это у нас праведник. А это неверующий. Это праведник. Праведник во свете при любом варианте, потому что в Боге... Ничего подобного. Если вы грешите, я прошу прощения, то вы во свете? Ну, в этот момент нет. Как пока, я сразу возвращаюсь. Значит, я свернула с пути. Да, вы меня простите. Давайте откроем первого все-таки Иоанна, первую главу, и седьмой стих. Просто, я думаю, наверное, есть разница между праведностью и святостью. Святость – это процесс, а праведность – это когда мы покаялись, Бог нам дает эту праведность. Но это не означает, что мы стоим совершенными. Как написано, ну, там, что... Я понимаю, о чем вы говорите. Смотрите, есть... Есть праведность ваша, а есть праведность Иисуса. Понятно, что это две различных праведности? Книжники, фарисеи, лицемеры, они имели праведность? Откуда они имели? Я понял, что Он сказал нам сделать, превзойти их праведность. Отлично. Я спрашиваю, откуда они имели? А вы помните о том, что надо обречь микрофон? От своих дел. От своих дел. От исполнения закона. Они исполняли законы, имели свои праведности. Иисус говорит, что нам нужно иметь то же свое, которое будет происходить от наших дел, от нашего исполнения закона. Есть Его праведность, которую мы имеем в Нем, которая нам вменена, потому что Он умер за нас и воскрес за нас. Понятно, да? Его праведность, к нашей праведности, понятно, что не одно и то же. Это Его праведность, она вменена, а это наша, которую мы должны совершать сами, делать сами, а Он нам будет в этом деле помогать. Отлично. Вы заметили, что апостол Иоанн говорит, если вы во свете, если вы, Он обращается к верующим или к неверующим? Первый стих прочитайте. Что написано в первом стихе? Ну, дальше, дальше читайте. Вы, это кто? Вы имели общение с нами, это кто? Вы не верующие? Верующие. Ну, понятно, что в общем-то, Брит Хадаша, Новый Завет, Послание, они писались Кому? Верующим, правильно. Правильно, верующим, это для нас все писалось. Это не для тех людей, которые на улице, это нам написано. Те люди, которые читают, они понять не очень могут. Понятно, да? Они должны стать верующими, и тогда Слово Божие, что делает для них? Открывается. Есть редкие случаи, когда неверующие самостоятельно читают и приходят к познанию Бога. Но это достаточно редкий случай. Обычно читает Новый Завет и понимает его. Кто? Верующие люди. Итак, здесь написано к верующим людям, если вы, если это что? Условия. Если вы во свете, тогда вот так. А если вы не во свете, тогда может быть все и по-другому. Значит, верующие люди, оказывается, не автоматически ходят во свете. Упс. Так вы же только что объясняли, что он всегда во свете, а тот всегда во тьме. А, я понял. Здесь играли, здесь не играли, здесь с рыбой заворачивали. Понятно, да? Погорячились немного. То есть верующие, оказывается, тоже не всегда во свете. Ого! Вот это вопрос другой. Из этого вывода не следует следующий вывод. Надо понять, что такое во свете, и надо понять, что такое во тьме. Причем, учтите, я говорю о некотором поведении. Вы говорили о том, что, ну как бы, он себя ведет и плохо, но все равно во свете, потому что Божий свет его освещает. Значит, все нормально у него. Вы знаете, когда вы ведете плохо, вот те, которые во тьме, невооруженным глазом, хотя, ну, во тьме ничего не видно, но как вы себя ведете, они точно видят. И причем, они не просто точно видят, а они знают, что если вы верующие, то они смотрят внимательно и особенно. Несмотря на то, что они во тьме, ничего не видят, но как вы себя ведете, видят сто процентов, и причем вам об этом говорят. И помнят, конечно. Так же, как-то не совсем, не совсем получается, так как вы говорите. Говорите, во тьме ничего не видят, а оказывается, хорошо видят они там. Так чего получается? Верующие могут ходить во тьме. Это прекрасный вывод первый, который мы можем сделать. То есть, то, что мы стали верующими, еще не значит, что мы автоматически стали белыми и пушистыми. И мы обязательно находимся во свете, чтобы мы не творили. Не так. Не так. Теперь второй вопрос. Если мы поймем, что такое ходить во тьме, то может мы тогда поймем, что значит ходить во свете. Почему неверующий, который лучше может быть, чем верующий, он все равно во тьме? Есть же некая несправедливость. То есть, если мы себя ведем плохо, то очевидно, мы куда попали? Во тьму. То есть, если мы отошли от общения с верующими, то это первый шаг, что мы пошли, ну, не той дорогой. Это первый шаг. Теперь, тот же себя ведет хорошо, может общаться с верующими, все нормально у него, все прекрасно, но он все равно где? Во тьме, ну, по вашей точке зрения. А где же, ну, справедливость? Должна же быть какая-то. Он же хороший, бабушку через дорогу переводит регулярно, понимаете? Сумки ей подносит. Ну, хороший такой парень, отличный, а все равно во тьме. А вы себя ведете не всегда, вы то во свете, то во тьме, ну, непонятно. Ну, 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 мы признаем грех, а всегда мы признаем грех? Нет, тоже не подходит. А если он не грешит еще к тому же? А где он? Мне бы было, конечно, более, с моей точки зрения, аргументировано, если бы вы сказали, что апостол Павел говорил, что он первый из грешников. Я понял, теперь на кого надо равняться, кто у нас это он. Еще раз. Еще раз. В чем его грех? Так он же не знает. А в чем он грешник? Он отличный парень. В чем? Послушайте, мои хорошие. В мыслях. В мыслях. Хождение во тьме. Хождение во тьме. Это когда мы полагаемся на людей, обстоятельства, случаи, собственные силы. Когда человек полагается на эти вещи, на все, что угодно, кроме Бога, этот человек пребывает во тьме. Потому что он не видит суть вещей такими, как они есть. Человек, который положил свое упование на Бога, этот человек находится во свете. потому что он видит суть вещей. Он понимает, как устроен этот мир. Если мы положили свое упование на Бога и понимаем, что нету случайностей, нам не на кого надеяться, кроме как на Него, то мы находимся тогда во свете. Да, мы можем неправильно себя вести, да, мы можем сбиваться с дороги, мы можем отходить в сторону, но мы все равно понимаем, куда нам идти и что нам делать. Потому что мы свое упование возложили на Господа. А если человек, он прекрасный, хороший, делает массу добрых слов, поступков, никаких претензий к нему, но он верит в себя, он находится во тьме, потому что он не понимает, как устроен этот мир и от кого все зависит. Помните богатого парня, который собрал урожай и говорит, все душа, ешь, пей, гуляй, веселись, добра у тебя припасено на многие годы. Бог приходит к нему и говорит, слушай, хотел тебе сказать, безумец, он мудрый человек, он работал, работал, он собрал, можно так сказать, Бог его благословил, и причем урожай был такой большой, что его хранилище не вмещали, и он говорит, так, думай, голова, надо все это дело сохранить, сломаем старое, построим новое, чтобы все не пропало. Хозяйский парень был, хозяйский, он говорит, так, все собрали, теперь можно успокоиться. Добра у тебя на многие годы, все. А Бог говорит, да, кстати, хотел сказать, в эту ночь я заберу. Я тебе все это испорчу. Вся твоя уверенность ничего не стоит. Почему? Потому что твоя жизнь не зависит от тебя. Ты неправильно сориентировался в этой жизни. Жизнь не зависит от обилия имения. Она зависит от меня. И в эту ночь я у тебя ее заберу. И все твои планы превратятся в ничто. ты не понимаешь от кого ты зависишь. И когда Израиль отходил от понимания зависимости от Бога, он попадал куда? Во тьму. Вспомните период, который был назван периодом сокрытия лица. Какой это период? период от Малахи до Иисуса. Это период молчания. Этот период назван молчанием, когда пророки молчали. Этот период описывается в одной из книг. И эта книга характерна многими совпадениями случайностями. Спасибо. Понятно, о чем идет речь? Кто-то прошел мимо, кто-то что-то услышал, кто-то что-то сказал, лишился царского достоинства, кто-то случайно выиграл конкурс красоты. Да, это какая-то цепь случайных совпадений. А потом оказывается, упс, так это же был Божий план. Когда оно все срослось в одну картину для нас, то это понятно было, что это был план Божий для спасения всего народа. А это были веселые ребята, на самом деле, которые не пошли строить храм. Которые подумали, что мы и здесь неплохо устроимся. И пришли такие неприятности вдруг неожиданно, что кто-то подумал, а не убить ли мне их всех? Что-то их здесь много развелось, не убить ли мне их всех. Потому что по идее эти ребята должны были быть совсем другом месте. Понятно, да? Этот период назван периодом сокрытия лица. И если вы верите в случайность, в стечение обстоятельств благоприятных, знайте, товарищи, не на верном вы пути. если вы говорите «Ух ты, как мне повезло», это не везение. Бог, Он тщательно планирует каждый наш день, шаг. Он планирует, и то, что случилось со мной в моей жизни, это не случай, это план. понятно, да? Это не случай, это он запланировал для меня этот экзамен и смотрит, как я пройду этот экзамен, как я его сдам. он ставит обстоятельства таким образом, что я должен реагировать как-то на эти обстоятельства. если вы реагируете неправильно, то вы экзамен? Так, отлично, а тогда что произойдет с вами? Начнем сначала, и так до тех пор, пока ужас, кто-то сказал, добро пожаловать в жизнь верующих. Понятно, о чем у него речь? Мы не можем полагаться на силу других людей, тем более, что говорят, это может плохо для нас закончиться. Мы не можем полагаться на наших друзей, а хотелось бы. Бог говорит, послушай, ты должен полагаться только на меня, для того, чтобы узнать себя. это нужно для тебя, это нужно для тебя, чтобы ты узнал, каков ты изменился в тот образ, который я для тебя приготовил. И когда Бог обращается к Авраму, он говорит, послушай, оставь все, выйди так, чтобы ты ни на кого не мог надеяться, кроме меня. Кроме меня, чтобы ты ни на кого не мог надеяться. И это нужно кому? Ему? Мне. Прежде всего, это нужно мне. Некоторые люди думают о том, что это нужно ему. да, Богу. Он именно себя плохо чувствует. Он именно нуждается в этом. И если я именно не сделаю, поэтому он будет стараться, чтобы я это сделал. Ему это надо. Мы должны знать, если вы хорошо делаете, для кого хорошо делаете? Для себя. А если плохо, то для кого? Для Бога. Правильно. нет, тоже для себя. Знаете, ваши поступки являются неким способом сеяния и жатвы, и вы пожнете себе, не кому-то, а себе. Понятно, да? Вы пожнете не кому-то, а для себя. ясно, да? Поэтому сосредоточьтесь на том, что вы делаете все для себя, и Бог трудится и изменяет вас для себя. Для того, чтобы вы стали лучше, и от этого вам будет хорошо. А он будет радоваться, что вам хорошо. Он же добрый, любящий отец. Он же радуется, когда у его детей все хорошо. Потому что мы должны помнить Бог самодостаточный. Бог самодостаточный, он не зависит от нас. Понятно, да? Итак, он говорит Аврааму, выйди из земли, родства и дома отца. Авраам выходит. Это выражение веры или послушание? Чего больше? Дело в том, что чуть позже Бог скажет Аврааму, который поверил ему, и эта вера вменилась ему в праведность. здесь вера его вменяется ему в праведность. И он такой крепкой верующей, что так послушался, что ушел вместе с папой и племянником. Так, это послушание? Вера? Что это? А, были нюансы, да? Скорее всего упование на Бога и папу с племянником взял с собой. Послушайте, мои хорошие друзья, то, что он сделал, невероятно. То, что он сделал, это понятно, был невероятный шаг. Но другая часть всего этого, это знакомство с Богом. Мы видим знакомство с Творцом. И Бог не пришел к нему и сразу сказал, так, сейчас я тебе расскажу все, как будет. Ты должен мне поверить сразу с первого взгляда. Любовь с первого взгляда. И он сразу как все бросил и пошел, так не совсем произошло. И мы будем смотреть, что путь Авраама это путь его познания Богом. Аминь. Перерыв.